Шикарно и бюджетно. Да, так бывает. Управляющая компания Холдинга Стро Инжиниринг Групп осуществляет мечты тех, кто очень хотел жить в частном доме. Как в агрогородке Глинище Хоникского района, благодаря местному жителю появился газ и на подходе чистая вода. Об этом в рубрике «Вопрос снят». В начале следующего года там можно праздновать новоселье. В Гомельской новостройке на Павлова осталось всего пять трешек. Что там почем в рубрике «Твоя квартира». Итак, поехали. В этот раз съемочная группа «Большой струйки» отправилась за 120 километров от Гомеля в деревню Борисовщина Хоникского района. Там живет семья Анны Сирош. Именно они стали первыми владельцами просторного и уютного частного дома, который построила Гомельская инжиниринговая компания, управляющая компанией Холдинга Стро Инжиниринг Групп. Рада всю вашу семью увидеть. Я к вам не с пустыми руками, с подарками, с нашим символом нашей организации для вашей семьи. Вам, как для хозяйки, для вашей семьи, вот такие скромные цветы вместе с конфетами к чаю. В семье Анны и Николая семеро детей. Во время наших съемок не было только двоих старших сыновей. Один учится в Италии, второй в Гомеле. Многодетная мама говорит, что у нее всегда было две мечты. Чтобы ее дети получили хорошее образование и стали достойными людьми и о большом доме. Очень хотелось для каждого свое место, чтобы не тесниться, как раньше. Здесь у нас комната для наших мальчишек. Она очень просторная, удобная. Мы раньше жили, у нас была у них комната на троих совсем маленькая. Они как бы теснились в этой комнате. С Ольгой Рубановой, помощником директора Гомельской инжиниринговой компании, ее свела, вспоминает Анна, будто сама судьба. Если раньше в прежнем жилье очень часто тянуло из тесноты куда-то вырваться, то из нового большого дома и уходить никуда не хочется. Каждый день здесь в радость. У вас большая кухня, это мечта, наверное, любой хозяйки. Да, вы знаете, что мы мечтали именно о большой кухне, чтобы наша вся семья собиралась за одним столом. В прежнем доме у нас была кухня маленькая. Мы постоянно кушали по очереди, потому что все не умещались. Ну и здесь, здесь наше царство. Прощаемся с хозяевами и отправляемся в другую часть Борисовщины. Здесь управляющая компания холдинга «Строй Инжиниринг Групп» строит еще один дом. Уже есть фундамент и коробка. Не за горами новоселье. На стройплощадке застали не только рабочих, но и прораба. Он как раз подъехал обсудить со строителями ход работ. Главное, говорит прораб Евгений Вергунов, чтобы все было четко и по-деловому. Заказчик не должен ждать ни одного лишнего дня. Быстрота выполнения работ и их безупречное качество – кредо-холдинга. Дома строят вместе с хозяйственными постройками, а также в комплекс работ входит благоустройство. А если хозяин что-то планирует возвести в будущем самостоятельно, то в проект внесут и согласуют все заранее, чтобы впоследствии не пришлось изменять генплан. От начала строительства до сдачи дома в эксплуатацию проходит до полугода. Все стройматериалы белорусские от надежных и проверенных партнеров. Команда рабочих под руководством Евгения Вергунова – суперпрофессионалы, которым точно можно доверить строительство дома своей мечты. Вместе с Ольгой Рубановой едем в Хойникскую деревню Храпков. Она как раз рядом с Борисовщиной. Кстати, местные жители – дома, построенные управляющей компанией холдинга «Стройинжиниринггрупп» в своих населенных пунктах знают наперечет. Когда наша съемочная бригада немного запуталась в сплетениях местных улочек, селяне сразу понимали, что нам нужно. А, так вы ищите тот самый красивый дом – вам туда. Отправляемся в Хойники. От Борисовщины до райцентра 20 минут на автомобиле. Сейчас здесь строят пять домов, проезжая мимо уже готового. Светлый привлекательный фасад, аккуратная территория. Для многих – дом мечты. Всего же за два с половиной года в Гомельской области управляющая компанией холдинга «Стройинжиниринггрупп» построила их свыше 40. Кстати, люди, которые уже построили дома в сельской местности с помощью управляющей компании холдинга «Стройинжиниринггрупп», в большие города переезжать не хотят. Ведь их родные места благодаря новому жилью дарят комфорт, радость и удовольствие жить на своей земле. Благодаря холдингу теперь каждый, даже самый отдаленный уголок Беларуси, может стать красивее, а его жители – счастливее. Да и кредитование на строительство в деревнях, поселках и агрогородках более выгодное. И это тоже добавляет привлекательности к такому строительству. С управляющей компанией холдинга строить дом можно везде. Единые подходы, точные сроки, внимание к каждому запросу клиента и идеальный результат. Когда хозяева благодарят застройщика и всегда рады встрече, это апофеоз всех трудов. Я считаю, что мы молодая перспективная организация. Мы являемся застройщиком индивидуальных жилых домов. Наше самое основное качество – это то, что у нас есть индивидуальный подход к каждому клиенту. С каждым клиентом мы прорабатываем от начала задумки реализации клиента. Когда он пришел и обратился к нам, он сказал, что я хочу построить дом. До окончания этой задумки. И даже уже после окончания мы все равно с этим человеком еще в течение пяти дальнейших лет. Так как качество – это наше одно из таких кредо, которые мы несем. И человек нам начинает доверять. Потому что он понимает, что мы есть сегодня, мы будем завтра. И вот это доверие и отношение к нам – это самое главное преимущество, из-за которого у нас идет вот это разностороннее по всей Гомельской области, что мы к себе притягиваем людей и люди нам доверяют. Одноквартирные жилые дома от управляющей компании «Холдинга Строинжинирингрупп» уже построены в разных районах Гомельской области. Кроме Хоникского – это обудок Шилевский, Чечерский, Рогачевский, Ветковский и Жлобинский. Скоро такие же чудесные новостройки появятся в Речицком и Добружском районах. Мы решили побывать в самом сердце компании. Там, где рождаются новые строительные проекты, которые впоследствии украшают инфраструктуру деревень и городов и исполняют мечты многих семей. Для людей проектировщики разработали пять образцов. Причем во всех проектах очень грамотно распределена площадь, чтобы жить в таких домах было комфортно и уютно всем членам семьи. Ведь очень хочется, например, после рабочего дня всем встретиться дома и обсудить прошедший день за ужином. Поэтому в каждом проекте предусмотрена большая кухня – не менее 11 квадратных метров. Распределение всей площади дома продумано настолько грамотно, чтобы не было ни одного бесполезного метра. Даже коридоры устроены так, чтобы не отнимать метры у спален и гостиной. Люди, которые стали хозяевами собственных домов с управляющей компанией холдинга Строинжинирингрупп, чаще всего не вносили никаких изменений в проекты. Но если очень хочется что-то изменить, специалисты адаптируют любой проект так, чтобы учесть все пожелания заказчика. Например, можно совместить кухню, гостиную, сделать большую террасу или просторную ванную. Главное, чтобы жизнь в новом доме приносила хозяевам радость. Управляющая компания холдинга – это профессиональная и дружная команда молодых, энергичных, целеустремленных специалистов, для которых на пути к осуществлению мечты своих заказчиков нет никаких преград. Поэтому в каждом спроектированном и построенном ими доме живет и их душа. Дополнительный гарант качества всего спектра работ – деятельность под эгидой госучреждения Гомельское областное управление строительным комплексом. Холдинг Строинжинирингрупп – это 31 организация. Проектирование, строительство, прокладка коммуникаций, материалы – весь цикл выполняется самыми известными представителями стройиндустрии региона. Например, при возведении домов используются материалы ведущих белорусских производителей. Это предприятия Гомель Строиматериалы, Гомель Железобетон, Ростехбел и другие представители холдинга. Кроме того, застройщик всегда на связи с банками региона, которые кредитуют строительство жилья. Ведь открыть кредитную линию – дело не только хлопотное, но и для многих сложное и непонятное. И этот ответственный этап профессионалы, управляющие компанией холдинга, не просто проходят вместе с клиентом, но и берут на себя львиную долю работы с банками. Заказчик никогда не чувствует себя один на один с большим и серьезным вопросом строительства. Команда застройщика всегда рядом. И это действительно абсолютно новый подход к жилищному строительству. Наша съемочная группа плечом к плечу с профессионалами управляющих компанией холдинга Строинжинирингрупп провела два дня. Мы успели увидеть, как зарождаются идеи, как разрабатываются проекты, как строятся дома и как в уже готовых живут новоселы. И самое приятное – вся команда застройщика работает на результат, а он превосходит любые ожидания. И так считаем не только мы. Об этом говорят счастливые хозяева новых, больших и очень уютных домов. Если вы выбираете, колеблетесь и не знаете, кому отдать предпочтение в осуществлении своей мечты о собственном доме, звоните в Строинжинирингрупп. Специалисты на связи каждый будний день с 8.30 до 17.30 по номеру плюс 375-44-750-48-88. Адрес для личной встречи – Комель, Малычука, 12. На въезде в агрогородок Глинище Хоникского района тоже стройка. Здесь будет станция обезжелезивания. Идея помочь односельчанам пользоваться чистой водой пришла к местному жителю Василию Корольчуку два года назад. Но превышение содержания в воде железа было не единственной проблемой глинищ. Агрогородок не был газифицирован. Вместе с тем местное население стареет. Запасать и колоть дрова многим уже не по карману и не по силам. Василий Корольчук решил искать помощи на областном уровне. Записался на прием к помощнику президента Республики Беларусь, инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко, и в назначенное время отправился опросить за местных. Два года назад я обратился, записался на прием к помощнику президента по Гомельской области по вопросу газификации и по вопросу станции обезжелезивания воды. Потому что вода очень плохая, превышение уровня железа состояло более чем в шесть раз. И благодаря помощнику президента по Гомельской области Шулейко Юрию Витольдовичу этот вопрос решился. В декабре прошлого года произошла полная газификация населенного пункта. В этом году по программе в четвертом квартале будет закончено строительство станции обезжелезивания. Причем подводки для газа с улицы местным жителям оплачивать не пришлось. Все сделали за государственный счет. Единственные расходы – оборудовать все в своих домах. Сумма для такого глобального дела едва доходила до 500 рублей на семью. В итоге газ был проведен в более чем 200 домов. Местные подсчитали – экономия теперь по сравнению с обогревом жилья старым способом в 2-3 раза. Сейчас дрова тут запасают в основном для бани. В 15 декабря мы планируем, что эту работу будет выполнена уже. И на втором этапе мы еще сделаем уже в следующем году дополнительно к этому, построим водонапорную башню и заменим водопроводные сети. В Глинище и так пришла бы чистая вода. Одноименная программа планомерно реализуется в Гомельской области. Но инициативность Василия Корольчука помогла решить проблему с водой гораздо быстрее. Может быть, есть еще какие-то проблемы, пожелания по развитию вашего агрогородка? Пожелание в нас одно – помочь отремонтировать дороги в населенном пункте. Все мы разные, уникальные, со своими желаниями, планами, мечтами. Одни видят себя хозяевами большого частного дома, другие хотят жить в уютной квартире. Многоэтажки в Гомеле растут в каждом районе города. Разные по стилю, высотности, архитектурным решениям. Съемочная группа «Большой стройки» отправилась на стройплощадку в Советский район. Там, на улице Павлова, рядом с новенькой высоткой, появилась еще одна, тоже 14-этажная. И хотя дом еще не сдан, почти все квартиры в нем уже проданы. Из 56 осталось всего 5 просторных трешек по 77 и 78 квадратных метров. Две на первом этаже и по одной на самых верхних – 12, 13 и 14. Застройщики предусмотрели большие кухни и примерно равнозначные по площади комнаты, чтобы гостиную, например, можно было обустроить в любой из них. А еще везде балконы на кухнях. Хозяйки знают, что это очень удобно. Дом будет сдаваться в конце этого года и уже обладателем можно ставить в следующем году и сделать себе таким образом новогодний подарок. Квартира эта достаточно просторная, комнаты большие. У нас на самом деле осталось всего лишь 5 квартир. Это две квартиры на первом этаже и на три квартиры на 12, 13 и 14 этажах. Стоимость, кстати, одного квадратного метра составляет 1413 рублей и 35 копеек. А для граждан, состоящих на учете нуждающихся в городе Гомеле – 1267 рублей и 27 копеек. В начале следующего года в этих окнах загорится свет. Будущие хозяева квартир с нетерпением ждут новоселья. Конечно, своя прелесть – жить в новых микрорайонах, но я думаю, что здорово и в обжитых, когда ты знаешь, что ты купил квартиру, а здесь рядом уже есть и школа, и сады, и магазин, и ничего не нужно ждать. Действительно, данный жилой дом органично вписался уже в существующую жилую застройку. Мы знаем, что здесь имеются и детские сады, и школы, серьезные торговые помещения. Это мы знаем и торговый комплекс «Мандарин», и малые торговые комплексы, которые здесь присутствуют. Рядышком находится парикмахерская, скажем так. Он находится в живописном месте, мы знаем, что здесь имеется парк, можно сходить прогуляться. То есть транспортная инфраструктура очень хорошо развита, автобусная остановка рукой подать. Поэтому мы считаем, что жильцам этого дома будет здесь уютно, комфортно и хорошо проживать. Если вы тоже хотите построить или купить новую уютную квартиру, звоните в сектор «Единый центр продаж квартир» Гомельского областного управления капитального строительства. Специалисты на связи каждый будний день с 8.30 до 17.30. Номера вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин